Возвращаем вас, Станислав Богданович, поздравляем с победой. Присаживайтесь, пожалуйста, по центру и расскажите про эту интересную партию, потому что... Сейчас, секундочку, я... Да, вот... Первый вопрос... Насчет дебюта, конечно. Дебют был очень оригинальный. Была ли это дебютная подготовка и... Что интересного? Ну, в принципе, можно сказать, что подготовкой так, формально, потому что я смотрел это дома, но, на самом деле, чуткого там изготовлено не было. Вот... Здесь... Ну, КД-5 это, конечно, не играли. Ход новый, но он объективно ничего не дает. То есть, КД-5 ЕДС, Слон Д6 совершенно правильнее. Не-не, еще Слон уже 7 можно. Может, они сильно смотрятся, но там... Есть такое... Ну, там Д6 И... Там уже что-то появляется, вот, а Слон Д6, все верно. Конь Д3 и В5. Я такой ряд ходов не смотрел. Вот, я смотрел сначала брекировку, потом В5. Но поскольку, составляет долго отказываться делать брекировку... то видимо это может быть учетано, если сыграть А5, А4, А3, тогда сильное возвращение обратно и конь Б5, поэтому так не стоит. А вот тут вопрос такой, нельзя ли было начать слон F6? Я пока помню до сих пор. А, вы имеете в виду после вот этой позиции, после конь Б2, конь Б5, вот тут слон F6. Рассматриваем. Ну, слон F6, радиовка, G4, G4, ну, как-то слон F7, допустим, слон Ж2. Нет, это большой перевод. Конь H4. Нет, можно не торопиться с конь Б5, почему надо с конь Б5? Можно не торопиться с конь Б5, с конь Б5, с конь Б5, с конь Б5, с конь Б5. Ну, ферзий 3. Ну, просто перерез большой. Ага, и тут, ну, тут вообще может быть уже... А, нет, где 3 ферзий 2 будет. Нету такого. Ну, тут да, может быть уже опасно. Ну, я смеялся, что на F6 как-то не решился. Это нормально какое-то. Ну, только в плане G4. G4. Ну, да, в принципе, интересно. Может, так и надо было играть. Потому что мне не понравилось то, что я сделал. Школьный 2, конь Б5. Вот здесь я тоже рассматривал G4, но не понравилось H5. А, нет, ну, здесь это другой вопрос. И на слон F6, слон G4. На слон F6, слон G4, да. Допустим, как там, уже H5. И G4 уже нельзя, да. Вот, и здесь 2-2, все в полном порядке. Вот G4 не проходит. Король Б1. Ну, это тоже может. Я рассматриваю в первую очередь рокировку. Но... Ну, в первую очередь, играть агрессивно F5. Сначала оказалось, что это чуть-чуть, а потом... Нет, ну он правильно пошел. Очень может быть так неплохо. Ну, правильно пошел. Вот, ну... А, и что было? G4. Ну, он должен взять. Мне кажется, неплохо. Нет, он должен взять, может быть, все. Это неплохо, правда. Если он шеет, то а что есть, например? Ну, какая разница? А что вы? Так же 5, допустим. Нет, нет, ну наш 5, а что вы? Ну, другая игра совсем. Как ты сможешь? 2-2. Ну, блин, рокировку вы здесь можете сделать. Ну, что-то такое. Ну, что-то такое. Не, вот она... А это уже, это лучше, чем... Как ты играешь на сталого короля? Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Здесь есть полная компенсация за пешку. Спорный вопрос. Смотри, ну... Вот, G4. Ну, там... Там он и компенсации не получил, по-моему? Да. Здесь я изначально смотрел GF. Угу. Слона. Слона F5, слона G2. Ну, и конь Е4 как-то. Ну, а потом решил, что здесь... В принципе, нормально, ничего. Правильно, что... Просто как-то где-то больше. Больше, а сколько? Конь Е4. А сегодня здесь есть Е4 конь. А, вот я отца возьму. Нет. Ну, не ладьется ли? А, Е4, да? Ну, Е4 он себе слона на F5 закрывает. А за что закрывает? Зато слона на D6 открывает. Слона на D6 открывает. Ну, вот я ей 8. Вот так должен играть здесь. Ну, слона Е3. Ну, так должен был играть. Я не знаю. Конечно, здесь не все в порядке еще. Ну, может быть. Может и так. Я не знаю. Может быть, король H7 здесь уже пойти. Вот. Это лучше. А там вообще он не попал. Серьезно. Ну, слон Е4 больше. Кирилл Е2. Я вот рассматривал какой-то F4 ход. За обратно слон Е2. Потом конь Е4 и... По белым полигантам. Да, это хуже. Потом план такой, что конь Е4, слон Е4. Убрасывается на H4, H5. Слон на 3, фершень 4. И как по диагонали... Ну, конечно, чёрный след вместе не будут. Может, на слон Е2 и слон Е4. Тоже бы не было. По белым полям. Ну, не хотелось им давать слона. Ну, на всяк. Сразу можешь слон отдавать. Подготовить. Не, больше на слоне Е4 и слона оставить, что я понял. Вот. Но соперник сыграл FG. Вот. Немного удивил меня. Вообще, мне до этого позиция не нравилась. Как-то казалось, что уже довольно быстро наиграл. Вот. А здесь... Такое ощущение, что уже... Слон F5. Слон F5 должен входить здесь. Ну, как-то... Ну, как-то... Да. Слон F5. Было принципиально. Ну, допустим, забрал... Не, не. Вадьё не вадьё есть. Нет. А, вадьё есть? Конечно. А, я пешкой я смотрю. Не-не. Вадьё я смотрю по сэп. Вадьё, конечно. Контрэгер какая-то должна быть. Атак встон. Так наоборот, в контрэгерах и у нас есть пешкой взять. Нет. Весь вопрос есть, чтобы серьезное в атаке бьет? Я не уверен, как-то ферж всем может быть. Если ферзь F3, то ферзь F4. А как? Ферзь F5, Ф4, и как все? Ну и как все? Ну не знаю, может быть, коня на F3 поставить? Ну, вот эта позиция какая-то непонятная. Следующим кодом ферзь системы. Ну, может быть и так. Поддержать. А, вот может быть это да. Может быть это более сильное. Да, и здесь, наверное, появляется уже атака посередине. Ферзь 6 может пойти. Ну, ферзь 6, например, есть. Не-не-не, ну это не... Это действительно. Нет, злодьёй должен быть. Я это даже не рассматриваю. Ну, злодьёй тут... Это плюс равно. Ну как, злодьёй подключит? Конечно, король у него похожий, но... Не, ну я в пользу белого. Да. Все-таки пользу сонда. Потом можно забрать по уничтей. Ну, примерно как в партии идеи. Пока злодьёя даже над 8 еще не стоит. Не-не, ну вот это... Вот. Ну, он уже выборочится. Ну, он уже выборочится. Ну, он уже выборочится. Понимаете? Вот в сонюх 2 пойдет в Радеев в 8, скажем. Ну, победит в конце 5. Здесь я думал сначала... Держи не играть, чтобы... Вот эта игра... Не развивать ему в Радеев. Но вот здесь в сонюх 5 мне уже не понравилось. То есть в сонюх 5 джерф я уже не успеваю. Здесь в сонюх 5. И как-то... Уже все-таки две связаны в центре. Ну, может, есть какая-то атака. Ну, не знаю. Сейчас будет хер 6-7, ладья же 8. Я предпочел... Не, ну, тут это же есть у него, да. Поэтому пришлось победить. Более к ладья же 4. Ну, то все. Ну, ничего такого нет в том, что ладья же сделал. Вот. Здесь может было кто-то ладья же 1. Сыграли не пешить пока. Но... Ну, еще что на 2. Ну, еще что на 2. Барси, а зачем на 2? Ну, забрали с 5 коней 4 пойти. Ну, забрали с 5 коней 4 пойти. И вот тут еще один момент. Вот здесь тут ладья F1 на выходе. Ну, а с какой идей? Вы парень F оставите вот R? Ну, у них черных тоже на F просто разумяна, что... А как он будет? Вот я ладья F1. Аша ладья F1. Ну, какая у белых идей интересна? Сейчас я подскажу, какая у белых. У белых просто переезд. Хода нету там. Такого, чтобы... Ну, не знаю. Феррис 7, что ли. Ну, тут везде перевез, в общем-то. Ну, перевез, согласен, да. Вот. Не, ну, может и вас тоже внимание ладья F1. Ну, просто я не видел смысла. То есть... Он тоже контролирует меня. Просто подразумевает. А почему у него ладья F7? Ладья F7, да. Ну, там можно... Да, там она на D5 уже будет. Ну, да. Ну, слона F2. Вот. Ну, по идее, у белых просто позиционно лучше. Вот. Ну, эспена клинулся в атаку. Причём так уверенно. Очень быстрая игра. Моментально исполняет код. А что он ещё остается? Я уже как-то испугался. Неужели? Что-то есть. Вадья F7. Вадья F4, да. Появляются угрозы ладья F3. Не, ну тут у тебя... Я тебе скажу, тут у тебя перерез даже конь D6. Конь D6. Маловато, друзья. Как маловато? О, кстати, а если ладья F4? Ну, я не знаю, а что там угрозы? Ладья F2, конь D3. Ну, я не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, это, ещё есть фигурка лишняя. Ну, всё есть конь D8. Ну, конь C3 забрал только 1. Или сейчас? Ну, да, по-моему, конь C3 геребим D6. Ну, конь C3 геребим D6. Ну, конечно. Да, нет. Ну, это будет D6. Да, нет. Не, ну какой-то же я не знаю, тут опасно мне больше за Владиабол 4 Да и вообще не хотелось как-то мяч попринять Нет, ну Владиабол 6 будет висеть при случае, там, Владиабол 4, либо всех этих вариантов Да и вообще может где-то Держд 3 там просвечивается на Н6 По-любому код полезный, мне кажется, самый лучший А у него ничего там не было, вот скажем, поставь Слон на 3? Не, не слон на 3, а, скажем, код С2, коль Б2 Я скажу, коль Б2, ну тут Урал Это самое, Владиабол 4 А кто мне делал, теперь висеть на Н6 Я вижу, блин, ничего там Ничего, сейчас просто Владиабол 3 когда-то пойду Владиабол 4, да Ну что, просто Владиабол 4, да Ну что, просто Владиабол 4, да Ну, понятно В том-то и дело, что там Он успевает Да, что, теперь на Н6 Значит, что на 3? Вот я лягу тебя Обожди, а если по-другому? Значит, поставь, что конь же все равно тут Ну, бью конем Конем на Б2 Слон на 3 Слон на 3 Слон на 3 Тут надо все проверять, я не знаю Ну, хорошо Ну, что еще? Тут как тут еще можно Ну, это Ферз 5, допустим, да Ну, может быть Ферз 5, я не знаю Но, пока, пока ты не очень по-другому саму Слон на 3 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 Вроде бы защитима. Какая-то интересная игра. Ну, здесь уже явно победа. А в этой ситуации куда еще можно появиться? Мне кажется, не дожило проходить. А, может быть, какая-то KF-64 есть? Я смотрю, тут что-то должно быть. Я не очень уверен в этот вопрос. Ага, тогда поинтереснее KF-64. Ну, конечно, тут... Ну, надяга 8. Ну, надяга 8. Ну, надяга 8 грозит. Ну, да. То есть как раз... Ну, вот это интересно, что KF-2. Ну, KF-43. Ну, KF-43. Ну, KF-43. Ну, KF-44. Да, вот KF-43. Ну, я смотрю, я смотрю какая-то идея. Я... Надо посидеть вот, и смотреть. KF-43. А король 3, ладья 4. Часто 3? Ну, наверное, опасно слишком. Что же опасно? Ладья 4. Нет, там не шея. Не шея, а ладья 4. Может быть, и 2. Ну хорошо, а если бьёница 2, что за позиции? Может быть, барабата настаёт? Ну, к примеру, я не знаю, надо всё посчитать. Слово 10. Мата здесь нет. Но надежный величный шаг есть. Я об этом и говорю. Скажем, сломо 6. Диа 4, да. Ну, я бы 1. Но я на всё-таки не буду решать шаг. Ну, не знаю, это очень сложная позиция. ФСРД там, правда, сильная. Да, здесь ФСРД, мне кажется, кажется, опасно. А так-то... Почему бы и нет? Может, это и отбивается? Ну, в общем, вроде бы 2 было интересно. Ну, сломо 3, вот эти самые. Вот здесь я сначала смотрел Д6. С ФСРД7, я считал. ФСРД7, да. Д6, да. Да, сами удерживаются. А, и Д7, вот Д8, да. Можно не удерживаться. Здесь показывают компьютер, что чуть-чёрный, да? Нет, нет, нет. И не херен, что я сейчас и компьютер. За Диа 4 мне надо ходить. Диа 4, ну, сломо 2. Нет, это совершенно... Нет, нет, подожди, подожди, а что тебе не нравится? Ну, как? Уже проиграл мат, даёшь, что ли? Ну, взял мне 4, я понимаю, что мне нравится. Нет. Конь же 5. Да нет, это вариант. Как это? Тоже не так, не всё ясно. Тоже не всё ясно. Ну, я не знаю, можно с вами... С вами 4 или 7. А, ну, взял бы, ну, 8 хорошего. Здесь чёрный где-то... Как минимум, весь шах максимумат должен, да? Можно ферст-3, можно конь-со-3. Ну, значит, шах с другой стороны надо было убивать. Сейчас будем смотреть. Сразу не получается. Всё-то получится. Не-не, это получится. Это не такая простая позиция. В парте было создано Слонж-3. В парте Слонж-3. Ну, я вообще в ферст-6 что-то услышал, но внимание, ферст-4, что приём, вот это мне не нравится. Мы видели здесь. Вот здесь я не видел. Не, здесь как раз это не проходило. Слонж-3 в 9-8. Здесь вот ферст-6, по-моему, да. Как-то не проходило. Тут висит, тут на этом, там пешку заберёт. Ну, может быть, как-то он 9-1 просто. Не знаю, что это 9-7. Не, а зачем? Или Слон-Б2? Слон-Б2 забирает, а что-то такое. Слон-Б2. Ну, я тут не видел ничего. Наверное, компьютер что-то прокачивает. Стоун-бозы. Ну, я не видел. У меня ферст-4 не нравится. Не, ну, там как-то не получалось. Зачем они всё свободят? Ты помнишь? Мы смотрели. Мы так далеко не смотрели. Вот. Было сразу ввели на С4, на ферст-4, ферст-4, и потом с тем поделили вот так вот. Вот. Ну, и здесь сразу есть варианты. Допустим, знаю, это Сон, потому что, по идее, там, пока качество. Сон-4 есть. Не должно быть чего-то такого. Слышать масло, хорошо. А вот Белый? Ну, Белый, я говорю, что по идее, Белый должен быть существенной. Тоже опасность. Наверное. Ну, так и практически шансы вполне были. Хорошо, что ты шестен. Но для фарсирования ничего нету, значит, ни сегодня не будет. Нет, ну, как качество лишнее, почему? Качество лишнее. Тут непонятно. Я извиняюсь, мы просто в прямом эфире, поэтому нам надо посмотреть еще много-много интересного сегодня. У меня такой вопрос, Танислав. Вот тот фержи-2, ты его видел издалека, или... Да, ну, где-то тут конь b2, я видел, что он h4, конь d1, фержи-2. Тут разные варианты, но фержи-2 как-то... Когда ладьяжи-2 пошел ладьяжи-8 здесь. Ладьяжи-8, тогда фержи-3 выигрывал. Есть вроде во всех вариантах Белый выигрывает, по крайней мере, так, как я считал, я везде выигрыш не считал. Ну, думаю, обошлись. Ну, да, компьютер подтверждает, что фержи-2 самый лучший ход, и действительно побеждает Белый, именно после фержи-2. Ключевой ход. Ну, тут много идей. Конь d6, конь d5, там, с фержи-6, а что грозит-то? Ну, если я на f4 не могу, конь d5, то что выигрываете, сразу... Ну, короче, всем конь d6 забрал, да. Дайте посмотреть. Тогда, значит, надо, дальше шаг, на c3. Значит, крылья один. Какая? Это шо вопрос? Вот это вообще не надо здесь. Ну, как? Что я? Или мат, или дисперсионер? Да, согласитесь. Мат пока нет. Может, что есть? Как? Дают нам, да? Ну, как это кажется, что после фержи-2 спасения уже ученых не было. Да, ну, сейчас посмотрим. Что-то всякое, всякое. Ну, хорошо. Да, да. Вроде бы, действительно, белый побеждает. Ну что, хочу поздравить, Санислава, с прекрасной победой. На самом деле, это, на мой взгляд, сегодня партия тура. Партия наиболее интересная. Обои соперники играли творчески, но, в конце концов, ты был точнее в осложнениях и победил. Продолжаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.